Вот главная оппозиционерка в Белоруссии, которую уже многие телеграм-каналы назначили президентом, и некий персонаж, я думаю, что Александр вполне может рассказать, что это конкретно за персонаж, и почему, собственно, они такие радостные. Ну, почему они радостные, я уж не знаю, может быть, выпили что-то, на грудь приняли. А персонаж этот носит фамилию Леви, по гражданству француз, по происхождению вроде как еврей. Считается одним из организаторов арабской весны, в частности, Тунис, Египет, ну, вот это вот то, что прокатилось, идиологом цветных революций, ну, идиологом, разработчиком, сценаристом, реализатором. В общем, достаточно примечательная личность за последние, наверное, 10-9 лет не было ни одной цветной революции, в которой бы этот человек не поучаствовал. И, ну, вот такое откровенное фото, лучше бы она Гуэсисли показала, вот реально, это было бы менее откровенное фото. Вот такое откровенное фото показывает, на самом деле, их отношение к белорусскому народу. То есть они уверены, что белорусский народ и это схавает. Вот, ну, вроде как уже, знаете, клейма негде ставить на человеке. И организатор, технолог, раз они вместе, значит, их что-то связывает, а что их может связывать в той ситуации, которую мы с вами вот сейчас видим, наблюдаем. Но если они не боятся этих вот фотографий, этих встреч, что, знаете, могли где-то встречаться там под покровом темноты, прячась от объектива в камеру, а здесь не боятся. Значит, вот настолько обнаглели и настолько не уважают тех людей, которыми пытаются манипулировать. Ну, возможно, у них есть на то основания. Знаете, за последнюю неделю, там, за полторы недели последних, я довольно много с разными белорусами общался и переписывался там у себя на Ютубе, в комментариях в Фейсбуке, с тем, которым связывался там в Скайпе. Ну, в Скайпе я связывался с обменяемыми. А так вот люди начинают тебя убеждать, что вы ничего не понимаете, вы не видите. Мы совсем другие, у нас не так. Хотя, ну, говоришь, ну, вот смотрите, ну, у вас же раскручивают вот скандал по четко покатке Украины 2004 года, когда на протяжении нескольких месяцев через все подконтрольные этим товарищам СМИ, в том числе неподконтрольные СМИ им, ну, то есть они вроде как не должны быть неподконтрольные, те же Медведчуковские и так далее, и так далее, СМИ тоже вливали людям, что Янукович не сможет выиграть выборы честно, ну, ни при каких обстоятельствах. Если он победит, значит, это точно подделка фальсификации. То же самое накручивали по Лукашенко. Саша 3%, его рейтинг 3%, он никогда победить не может. Вот сейчас на улице Беларуси выходят люди под государственными белорусскими флагами, которые говорят «я, вот 3%». И этих людей набирается, ну, очень много. 3% для Беларуси по тому, что там проголосовало, это порядка 180 тысяч человек. На улицы выходят, ну, сотни тысяч человек. Гомель, Могилев, Мозырь, Брест, Борисов. Ну, в общем, людей много, их становится все больше и больше. Они неделю примерно сидели по домам, я вот спрашивал там, почему, что такое. Ну, говорят, белорусы, они такие, они верят в свое государство, милиция защитит, все. А потом увидели, что нужно поддержать Лукашенко, они выходят. Мне рассказывали там о тех технологиях, которые используют для созыва людей. Там в том числе, говорит, использовали чаты. Ну, чаты, знаете, многие сейчас у нас в Украине тоже есть. Чат в подъезда, допустим, чаты, это самое. И вдруг откуда-то в этих чатах появляются сообщения, к которым не имеет отношения ни один из жильцов дома, что вот там-то и там-то будет митинг, выходим все за Тихановскую против голосов. Вот даже такие технологии использовали. Когда интернет в Беларуси пропал, тоже очень интересная ситуация. Может быть, как бы человек организовывал и пропажил интернет. Потому что интернет пропал, легло все, легли правительственные сайты там, все, все легло. Кроме телеграм-канала Некста, который, собственно, организовывал вот это вот мероприятие. Вот мистика какая-то. Рассказывают, ну, понимаете, мы через какие-то VPN-ы зашли в телеграм. Извините, ребят, но вот каждый из телезрителей может проверить себя на телефоне. Отключите интернет и попробуйте скачать себе какой-нибудь VPN или какую-нибудь программу. Ну, это нонсенс. То есть людям вешают лапшу на уши. Вы без интернета через VPN зайдете в телеграм. Зайдите без интернета в телеграм. И вот этот вот человек как раз, вот он организовывает. Вот для этой, ну, как она там, котлеты жарит домохозяйка, я котлеты не пробовал. А то, что как она белорусов жарит, ну, это бессовестный человек, просто бессовестный.